В эфире Истранет ТВ вечерний выпуск новостей. Наши корреспонденты подготовили для вас картину дня и расскажут о всех важных и значимых событиях Истринского района. В студии Иван Ланин. Здравствуйте. Сегодня вы увидите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Общероссийский народный фронт провел круглый стол, где обсудили незаконное изъятие земель и использование подмосковных заказников в коммерческих целях. И, как оказалось, в Истринском районе это серьезная проблема. В частности, обсудили ситуацию с землями вблизи деревни Новораково. Подробности в репортаже Полины Громовой. В центре внимания заказник еловые смешанные леса Полевщинского лесничества. Он имеет научное водоохранное значение. В 2005 году эти земли перевели в категорию населенных пунктов. Их активно скупает организация Вектор Инвестментс. Компания планирует построить здесь отель, а также вести малоэтажную застройку. Кроме того, районная администрация обсуждает строительство там автомобильной дороги. Все это приведет к исчезновению природоохранных мест. Прокуратура требует отменить строительство. В связи с вышеизложенным, по-видимому, уместно Министерство экологии и природопользования Московской области согласиться с доводами природоохранной прокуратуры и признать, что граница заказника принесена необоснованно, потому незаконно. Поэтому вполне законно вернуть границу на прежнее место, включив заказник в кварталы 29 и 35 полностью. Строительство жилых кварталов и гостиничного комплекса взаимосвязано с строительством дороги. Инвестору невыгодно вкладывать деньги в такую масштабную застройку заказника, если не будет подъездных путей. Но, по словам представителей «Вектор Инвестментс», они к самому строительству дороги отношения не имеют. Мы немножко обсуждаем вопрос, который не относится к компании «Вектор Инвестментс». Абсолютно не относится, я не понимаю, почему вы задаете его нам. Вопрос использования плотины – это вопрос Мосводоканала и вопрос антитеррористической комиссии. Вопрос строительства дороги – это вопрос строительства дороги в Московской области, правительства Московской области, который является заказчиком, который является финансирующей организацией, и мы к этому отношения не имеем. Администрация Истринского района вопросом строительства дороги занимается уже не первый год. И считает, что она просто необходима жителям близлежащих деревень. Дорога необходима, но не будем заплатить именно о существовании там, потому что это ООПТ, это здоровье нации, здоровье жителей, которые проживают. Ну, собственно говоря, вот полиция, администрация – это КАБ. В ходе заседания был составлен проект резолюции Общероссийского народного фронта, который отправит властям Московской области на всех уровнях и в природоохранную прокуратуру. ОНФ рекомендует Министерству экологии четко закрепить границы заказника, а также предлагает усилить контроль за происходящим в Подмосковье. До окончания разбирательств в этом вопросе любое строительство, в том числе и дороги, на месте заказника в Истринском районе начато не будет. Полина Громова, Михаил Моралов, Истранет ТВ. Из-за аварийного отключения уличного освещения по улице Ленина в Истре администрации города был поднят вопрос о качестве работы организации, отвечающей за обслуживание фонарей и электросетей. Работаем по заявкам. У нас какие-то проблемы сейчас с аварийными. Да, что-то лечение. У нас нет аварийной службы. Еще пару таких случаев. Вы начинаете с другого расторжения договора. Это серьезно. Представляете, вы пять часов заканчиваете, и все, а дом, обесточенный, влага, сейчас электросетки начнут. Контракт на обслуживание уличного освещения был заключен с юридическим лицом кабельщик «М» в начале 2016 года, после проведенного тендера. В их ведении сейчас находится техническая поддержка и своевременный ремонт фонарей, столбов и подведенных к ним электросетей. Организации дали испытательный срок на решение внутренних проблем и налаживание бесперебойной работы в городе. И коротко обзор происшествий в Истринском районе, который озвучили на планерке в администрации. За прошедшую неделю произошло восемь пожаров, в которых пострадал один человек. Полицейскими было принято 14 заявлений о преступлениях, 9 из них уже раскрыты. А также были задержаны 14 водителей в нетрезвом состоянии. Кроме того, истринскими оперативниками было изъято более 600 литров фальсифицированной стекломывающей жидкости. Наряду с происшествиями на планерке администрации района говорили и о сложной ситуации с гриппом. Было принято решение о приостановке и проведении массовых мероприятий или не переносе их на более дальний срок. В школах объявлены... Включительно до 10 февраля. В школах объявлены каникулы с 1 по 11 класса. На данный момент в Истринском районе зафиксировано около 500 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Чтобы снизить эти показатели и предотвратить распространение болезни, в подмосковных школах введен карантин. Кадровые перестановки в жилищно-эксплуатационных управлениях района не заканчиваются. В Дедовске назначили нового директора местного ЖЭУ. Им стал Юрий Ставманенко. Его предшественник Игорь Силантьев перешел в ранг заместителя директора. Вчера в нашем эфире прошла информация об изменениях работы банка «Интеркоммерц». Хотим уточнить для вкладчиков, что информация о лишении банка лицензии не подтвердилась. Сейчас Центробанком Российской Федерации назначена временная администрация. За новостями в изменении работы финансового учреждения вы можете следить на сайте банка «Интеркоммерц» и на сайте Центробанка Российской Федерации. Чемпионат России по ездовому спорту на собачьих упряжках в деревне Головино собрал более полутора сотен спортсменов и несколько тысяч зрителей. Праздник организовал Истринский кинологический клуб «Шалопа и Севера». О том, как прошли соревнования и кто стал лучшим, узнал Ильдар Шафигулин. В этот день на территории лыжной базы «Истина» в Головино можно было реально оглохнуть. Рвущиеся на трассу собаки на стартовой линии буквально рыли снег, чтобы показать, каким красивым может быть ездовой спорт. Дарья Дорошина учится на лингвиста. Увлечение этим видом спорта началось шесть лет назад, когда в доме появился щенок сибирской хаски. Который начал разносить всю квартиру. В плане, что ему некуда девать энергию и надо было думать, куда направить его эту энергию. В скандинавских странах ездовой спорт на собачьих упряжках популярнее, чем футбол. Для заснеженных территорий собака надежнее любого вида транспорта. Все такие достаточно серьезные биатлонисты, лыжники там выступают. И Берндалин выступает, и Туребергер выступает у них на соревнованиях. Они арендуют собак в питомниках и выступают. Туребергер выступает со своей собакой вообще. Ездовой спорт в России только набирает популярность. Тому подтверждение чемпионат Московской области по ездовому спорту. Он собрал больше сотни спортсменов со всей Московской области. И уникален тем, что объединяет в себе в том числе и терапевтический эффект. Канистерапия. Так в переводе с латыни называется этот лечебный эффект. У нас являются волонтерами сегодня ученики Волоколамского кинологического техникума. И наши шалопаи севера, воспитники детского дома «Южная Бутова», эти те самые ребята, которых мы год назад поставили на лыжи, для них это очень важно, для них это очень серьезно. В первую очередь собака – это собака. И подготавливаем к их соревнованиям. А уж сколько здесь было собакинов. Для них такие соревнования – настоящий праздник. Можно подружиться. Они разговаривали друг с другом, обсуждая предстоящую гонку. Играли со зрителями, рассказывали о себе журналистам. Рассчитывайте на победу. А первый раз здесь. На этих соревнованиях собрались сильнейшие спортсмены Московского региона. Они показали зрителям свое мастерство. Можно было увидеть, как человек и собака преодолевают сложный 5-километровый маршрут, проложенный через спуски и подъемы в лесу. Час и сложно, есть где поработать. Здесь работа совместная и собаки, и человека. И каждый должен быстрее бежать, чтобы выиграть. Я думаю, мы сегодня с этим справились. Сегодня у меня был дебют. Супряжка «Шесть собак». Молодой состав. Даже очень молодой, скажем. Вторая пара была. Вообще исполнилось им всего чуть больше года. И они вообще дебютировали первый раз. Кроме нас, очень мало кто с поделями бегает. Это редкость. Потому что зачета для нас нет отдельного. Участвуем вместе с легавыми и другими ездовыми собаками. Перед тем, как выйти на трассу, каждая команда проходит обязательный ветеринарный контроль. В теплой палатке у Лукашины смотрят паспорт собаки, проверяют отсутствие заболевания. Обязательная прививка от бешенства, собственно. Больше основных требований нет. Но приводят, как правило, всех животных здоровых. Нездоровые животные не участвуют. И проводим осмотр, если вдруг какие-то травмы, повреждения. И какая-то помощь требуется. Ну, главное у нас присмотреть за тем, чтобы спортсмены своих собак подготовили нормально. Значит, собака должна бежать впереди лыжника и все другие собаки упряжки. Присматриваем до того, чтобы обгоны были нормальные, чтобы собак не поддрались. И до этого досматриваем как техническая подготовка экипажа. То есть каюры правильные, с якорем, потяга нормальная. И также скиджоринг приглядывая. Организаторы постарались сделать так, чтобы этот спортивный праздник был интересен. Кстати, хозяева хасок. За их разноцветные глаза называют друга человека Орликин. Когда началось награждение победителей, на пьедестал почета спортсмены выходили вместе со своими питомцами. Сидеть. Мне было довольно-таки сложно сегодня на гонке. Я не ожидала такое количество горок, что для меня было неожиданно. И на самом деле, если бы не он, то он бы просто вытягивал меня. То есть без него я бы, наверное, вообще где-нибудь полчаса добиралась бы пешком как-нибудь сама по сугробу. Победители в Ленинградском зачете чемпионата Московской области по ездовому спорту в этом году поедут на чемпионат Европы в Норвегию. А всем участникам этих соревнований организаторы «Шалопа» из севера подарили календари. Интересно, что это билет на экскурсию в Новый Иерусалимский монастырь. О настоящей дружбе спортсменов и их людей Ильдар Шефигулин, Михаил Моралов и Странет ТВ. И коротко о новостях с информационного портала истра.рф. В Истринском районе продолжается работа по выявлению незаконных рекламных конструкций. За январь демонтировано более 40 объектов наружной рекламы, размещенных без разрешения и согласования. В Дедовске за сбыт наркотиков задержан 39-летний мужчина. При обыске у него было обнаружено более 600 граммов героина. Известно, что для прикрытия мужчина использовал своих троих детей. Центральная Истринская библиотека имени Чехова стала доступна для незрячих и слабовидящих людей. Там появились книги со шрифтом Браэля. Книги, изданные с рельефно-точечным шрифтом, появились впервые, и на сегодняшний день их порядка 60. И о погоде. Завтра, 3 февраля, в Истринском районе снова ожидается снег с дождем. Температура воздуха около 2 градусов тепла. И снова образование наледи на дорогах и тротуарах. Так что будьте аккуратны. К вечеру усилится ветер до 10 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, такая погода продлится еще несколько дней. Затем ожидается постепенное похолодание до минусовых значений. А на сегодня у нас все. Следующий выпуск новостей смотрите на телеканале Истронет ТВ завтра в 20.00. Наши новости доступны в телеэфире и на сайте istra.rf. Следите за новостями Истринского района вместе с нашими корреспондентами. В студии работал Иван Ланин. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин